Спасибо. Ну, ещё на первом этапе, когда вопрос ставился о нашем вступлении в Совет Европы, фракция ЛДПР была против, поскольку мы туда приезжали ещё до вступления и видели обстановку. Почему они нас-то позвали и с удовольствием приняли? Потому что им нечего было обсуждать. Организация загибалась. Потому что они все одинаковые абсолютно. Абсолютно. Проблемы все они уже решили за 50 лет со дня создания организации. И у них были чахлые заседания, повестки дня не было. И они нуждались в приёме тех стран, чтобы их можно было критиковать, развернуть дискуссию. Вот для этого и нас и позвали. И поскольку у нас шла война на Кавказе, и сразу в каждой повестке дня, каждую сессию, только об этом мы не говорили. Мы приглашали боевиков, показывали их борцов за свободу, а нас изображали, так сказать, в самом худшем виде. Потом это устроились в Югославии тоже, с Косово и всё остальное. Поэтому им мы нужны были, чтобы был предмет для обсуждения. Второй момент материальный. Они с ними жалуются, не хватает денег. И мы, как самая крупная страна, вносим большие деньги. На уровне Франции, Британии, Германии четыре страны вносят ежегодно 20 миллионов евро. Остальные поменьше. И это бюджет Совета Европы. И без наших 20 миллионов им придётся сократить многие свои программы. Поэтому надо перейти на оплату взноса нашего по истечении года. Вот прошёл год, мы там работали, заплатим. Как вот сейчас мы могли бы выйти, и они бы только из-за денег нас бы никуда не выпустили. Иначе у них остановится оплата аренды, персонал и так далее. Вот это тоже нужно иметь в виду. Нужна гибкость. Это виновата постпредство наше в Совете Европы. Ничего там они не делают. По квоте аппарата Совета Европы мы имеем право направлять наших представителей. Мы же платим деньги. Из этих денег зарплата им платится. Насколько я знаю, ни одного представителя России в аппарате Совета Европы нет. Мы могли бы там группу создать, свою депутатскую группу, чтобы иметь право выступать, делать заявления, получать часть бюджета, получать помещение. У нас фракция, все право фракции. Ничего не делаем этого. Я когда там был, я начал делать. Нужно всего 5 стран и 20 человек. Всё. И мы требуем регистрации новой депутатской группы. Где будет только русский язык рабочий, и от имени этой группы мы можем делать заявление, влиять. Надо работать с депутатами, которые там находятся. Мы устраиваем банкет в постпредстве. И всё. Покушали, попили, разошлись. Кто-то там на пианино поиграл. Надо работать с ними. С этими делегатами. Самую худшую позицию занимает Прибалтика. Я много раз предлагал нам по процедуре их полномочия делегаций не регистрировать на очередной сессии. Поскольку грубейшее нарушение прав русского населения, закрытие школ, ограничение по языку. И этого не делаем. То есть есть инструменты в уставе Совета Европы, когда мы бы могли бы их наказывать. Идти с опережением. Чтобы нас боялись. Огромная страна, так сказать. Потом подмять под себя все эти делегации приезжают. Поговорить с ними. Подтянуть к себе. И использовать устав Совета Европы. Навязать нашего руководителя. Ни разу наш руководитель, представитель России, не был руководителем Совета Европы. С какой страны? Что, турок лучше наш, что и с вами? И азиатская страна. В Европе 3% всего у них находится. И он 2 года возглавляет посреди Турции парламентскую ассамблею. А наш там один раз зампредседателя был. Пару раз вёл заседание Маркелов. Всё. То есть мы сами слабо там работаем. Я предлагаю проверить состав нашей делегации. В основном приезжают, молчат. Двух слов связать не могут. Спорить не могут. Языков иностранных не знают. Там же есть комитеты и комиссии. Работаете? Не работают. Группы собираются там, христианские, народные консерваторы. Не работают. Коммунисты хвалятся, что там Ивана Ивановича Мельникова избрали представителем комитета. Ну и дальше-то что? Что это? Помогло нам повлиять? Чтобы усилить наше влияние? Надо по-другому работать в этих делегациях. Когда я приезжал, выступал, они все дрожали. Только мы фамилию объявляли. Вся весь Свет Европы поворачивался и смотрел. Что сейчас скажет Жириновский? Посмотрите, сейчас, когда выступают наши. Никто не смотрит даже. Не слушает их никто. Даже понимать, на кого, так сказать, Европа реагирует. Меня в списки не включили. Хотя я сто раз говорил по русскому вопросу и про Крым, про Украину. Что знают, боятся, что будет хуже им. А включают тех, от кого толку нет никакого. Поэтому надо усилить свою работу. Позиция ЛДПР одна. Не вступать в эту организацию. Она идеологическая. Она не имеет права принимать какие-то решения. Это все чисто моральный аспект. Это межсобочек. Дискуссионный клуб. Там решение принимает Совет Министров стран, входящих в Совет Европы. Вот он. И, в крайнем случае, ОБСЕ более весомое. А это собрались чудаки, так сказать. Которые бывшие министры, депутаты там своих национальных парламентов. То есть людям поговорить хочется. За чужой счет. Хорошие суточные билеты. Все бесплатно. Кабинеты. Посидели, поговорили и разъехались. Поэтому наше предложение вообще не ехать туда. Направить телеграмму. Просим вернуть деньги. И за этот год, и за все истекшие 18 лет. Вернуть все деньги. Это, наверное, там 300 миллионов евро, так сказать. И сказать, что пока не считаем возможным находиться в Страсбурге и участвовать в работе вашей организации. Мы не говорим, что мы, так сказать, уходим оттуда. Мы не считаем для себя возможным. Пусть в ногах валяются, приезжают сюда. И просят вернуться. И ни копейки больше не давать. Если нас там нету, у них рухнет повестка дня. То есть они специально вот сейчас шумят, шумят, шумят. А потом, когда голосовать, они будут думать. А вдруг Россия уходит. И что им тогда денег? Ни денег, ни предмета для обсуждения. Вот это жесткое позитие. Другого постреда туда направить. Другую делегацию сформировать. И давить их, душить, используя их устав. Каждый раз поднимать вопросы про Косово, Прибалтику, Латвию. Вот сейчас правый сектор. Партия свободы. Сколько возможностей их заставить обсуждать другие проблемы. Другие вопросы. И так научить их, чтобы у них слово России вообще не выговаривали бы они. Сидели бы там и молчали. Они все трусливые. Все податливые. Все слабые. Больные. А мы ничего этого не делаем. Это виноваты мы сами. Из Совета Европы уйти. И денег не давать. Спасибо.